Закончить первый этап реконструкции моста на проспекте Гагарина к концу 2019 года. Это подрядчик обещал прошлой осенью. Заявленным сроком тогда многие не поверили. Однако своевременная поставка всех структурных элементов конструкции и круглосуточная работа над объектом свое дело сделали. В последних числах декабря ушедшего года движение по части нового моста было запущено. Несмотря на непростой проект реконструкции, сейчас качеством работ подрядчика в правительстве Севастополя довольны. Работы были начаты в конце сентября. Фактически за три месяца был построен новый мост. Это работа по реконструкции. Они довольно серьезные, масштабные. Мост, который разбирается, реконструируется, это 50-х годов постройки. С тех пор он никогда не реконструировался, не ремонтировался. Капитального ремонта этого объекта не было. С началом 2020-го рабочие приступили ко второму этапу реконструкции. Сейчас они проводят демонтаж, вслед за которым начнется строительство еще двух полос движения. Ведется работа и над пешеходной дорожкой. Стороны улицы Гагарина, там проложено 62 метра. И после того, как мне организация, которая занимается выносом канализации, доустроит свой колодец, это буквально через два дня, мы продолжим это. До конца этого месяца от техникума до Ульянова, по большому счету, мы должны справиться с пешеходной тропинкой. Особое внимание я понимаю, что дети ходят в этот колледж. Мы должны обеспечить этот проход, не только детям. Завершить реконструкцию планируется до конца апреля текущего года. Напомним, проектом предусмотрена реконструкция моста и обустройство четырех полос движения вместо двух. Такие изменения должны существенно снизить пробки на этом участке дороги. Решить проблему транспортного коллапса на Гагарина севастопольские власти планировали еще в прошлом году. Но тогда строителям помешали раскопки. Сейчас все найденные предметы передали в музей-заповедник Херсонес-Таврический.